А мы тем временем переносимся в Хакасию, где двум школьницам удалось сделать невероятные снимки. Они уверены, что успели запечатлеть летающую тарелку. Она появилась и исчезла очень быстро, говорят девочки. Но в том, что это было именно НЛО, очевидцы нисколько не сомневаются. Снимки были сделаны во время прогулки по городу на мобильный телефон. По приходу домой они тут же были скопированы на более мощный носитель и увеличены в размерах. Не то, чтобы не верила своим глазам, говорит одна из очевидец Соня Кудрявцева, но просто хотелось рассмотреть объект подробнее и еще раз все же убедиться, что ничего не показалось. Ну, когда мы ее увидели, мы обалдели. Тарелку, что она как бы была черной, ой, такого цвета металла. Активное участие в редактировании снимков приняли родители. Тоже хотелось разглядеть, что попало в объектив их дочери и насколько крупным был пролетавший почти бесшумно предмет. Но форма объекта была такой, какой на планете Земля летательным аппаратам еще не придают. И что в земной цивилизации принято называть летающей тарелкой. Мы увидели там и жерла, увидели движение горячего воздуха. Вот, а когда сделали тепловую обработку, то в нижней части тарелки обратили внимание, что там, наверное, где-то 7 или 8 таких окошечек идет. На том самом месте, над которым пролетал объект в форме тарелки, возможно, есть еще очевидцы, рассказывает автор снимков, а может быть и нет. Предмет появился и исчез неожиданно. В поле зрения находился в считанные секунды и практически беззвучно. В Абазе и ее окрестностях неопознанные летающие объекты замечали и раньше. Если раньше фактов увиденному предоставить не могли, то теперь есть доказательная база в количестве трех снимков. Их отправят специалистам, может, уфологи объяснят, что же все-таки пролетало над окрайной Абазе в марте месяце 2013 года.